Представьте себе, что у нас есть некоторая площадь. Давайте условно назовем ее кафтаном. И на этой площади есть несколько заплат. Понятно, что если заплаты маленькие, то они могут быть расположены так, что они не пересекаются. Согласны? Отлично. А вот теперь вопрос. А если заплаты, ну, например, много заплат, и они не такие уж маленькие, то обязательно будет пересечение. Согласны? Отлично. Будет обязательно пересечение. Насколько большое? То есть, например, если у нас есть три заплаты, и площадь каждой заплаты мы обозначим, давайте так, чтобы было легче, пусть площади всех заплат будут одинаковые, потому что иначе мы еще и запутаемся в том, какая площадь чему равна. Для начала пусть площади всех заплат будут равны какой-то величине, ну, я не знаю, т. Итак, т – площадь заплаты. Не знаю, почему я взял трубку, но просто взял и взял. Т – площадь заплаты. Пусть площадь всего кафтана равна единице. Кафтан – площади один. Замечательно. Понятно, что если т – это число от нуля до одной третьей, то заплаты могут вообще не пересекаться. Отлично. А вот если т больше, чем одна третья, что можно тогда рассматривать? Ну, есть несколько вопросов. Один из этих вопросов такой. Это общая площадь, покрытая заплатами, покрытая более чем в один слой. Более чем в один слой. Хорошо. То есть там, где заплаты пересекаются. То есть не просто заплата, а заплата в два или более слоя. Это вполне имеет смысл. Хорошо. Какую задачу еще имеет смысл рассматривать? Ну, например, такую. Тройное пересечение. То есть, что покрыто в три или более слоя. Наибольшая из площадей пересечений двух заплат. У нас есть три заплат. У нас есть пересечения первый-второй, второй-третий и первый-третий. Это эти три области. И понятно, что из них можно взять самую большую величину. Так вот, из этих чисел, когда мы берем самую большую величину, интересно, насколько она может быть большая эта величина, насколько маленькая. Господа, ясно, что если заплат больше, чем три, то таких вопросов можно поставить еще больше. А именно, имеет смысл тогда смотреть тройные пересечения, наибольшее из тройных пересечений. У этой задачи есть вариант, когда не просто все заплаты одной площади, а у каждой заплаты своя площадь. То есть, в принципе, ясно, что есть такие задачи, вполне естественные по своей формулировке. Так вот, в начале 70-х годов Еглом написал статью, которая так и называется. Заплаты на кафтане. Статья тяжелая. То есть, она, с одной стороны, вроде бы и для школьников, а с другой стороны, написано так, что, ну, в общем, довольно быстро школьнику оказывается тяжело ее читать, чтобы вы понимали, что называется цель, манящую вдали. Давайте я сформулирую ту задачу, которую в начале статьи Еглома поставлено. И просто я ее выпишу. Есть кафтан площади 1. На нем 5 заплат. Каждая площади 1, 2. Рассмотрим для каждых двух заплат площадь их пересечения. Найти, а вот дальше очень важная вещь, наименьшую возможную величину, наибольшей из них. Посмотрите, какая забавная вещь. Мы берем, как-то располагают 5 заплат. Это понятно? 5 как-то расположенных заплат, каждая из которых занимает ровно половину площади этого самого кафтана. Для каждого двух нашли пересечения. Из этих пересечений берем самое что? Самое какое берем? Самое большое. А вот дальше задаю себе вопрос. Как расположить заплаты, чтобы оно было как можно меньше? Вот это очень важно. Наименьшую возможную величину, наибольшей из площадей попарных пересечений. Ну что, наверное, разумно сделать следующее. Разумно все-таки начать с совсем простой задачи, когда заплат 2. Представьте себе, на кафтане площади 1 есть 2 заплаты. Как вы считаете, какой будет ответ? Есть параметр, есть площадь заплаты. Поэтому, когда у вас 2 заплаты, то, разумеется, ответ зависит от величины t. Когда площадь заплаты маленькая, они могут вообще не пересекаться. Когда площадь заплаты большая, они вынуждены пересекаться. Значит, что же у нас будет? До какого наибольшей величины может отсутствовать пересечение? Да, одно и второе, конечно. Конечно, до половины может не пересекаться. И, значит, ответ здесь будет вот такой, правильно? Вот по этой оси откладываем площадь пересечения. Здесь будет 0. А дальше какой будет ответ? Вот если заплаты площади 1, то что будет? У вас есть кафтан. Вот у вас есть одна заплата. Она занимает какую-то площадь t. У вас есть другая заплата. Она занимает площадь t. Какое пересечение? Если t больше, чем 1, 2. 1 минус 2t. Ну, если t больше, чем 1, 2, 1 минус 2t, это отрицательная величина. Но вы почти правы. Смотрите, вот это будет 1 минус t. Это тоже 1 минус t. Соответственно, чтобы найти вот эту штуку, надо из единицы два раза вычесть 1 минус t. Что будет? Сколько разгроу? 2t минус 1. Сколько? Можно 2t минус 1. 2t минус 1, конечно. Между прочим, это можно и сразу было понять. Что такое 2t? Это сумма площадей заплаты. Но при этом нас интересует двойное пересечение. И, соответственно, да. Кстати, график интерес, как это выглядит. Когда t равно 1, мне не нужно криво, но считается, что вот этот квадрат, да? Вот этот отрез кравит этому. Так вот, когда t равняется 1, то вот эта штука равна 1. Это линейная функция. Значит, график будет выглядеть вот так. Пожалуйста, хоть он и кажется простым, в тетради нарисуйте. Потому что в конечном счете наша цель – это научиться рисовать такого типа графики, в том числе для случая 5 заплат. Будет такая задача. Какова наименьшая возможная из площадей попарных пересечений заплат, если площадь заплаты t, а расположено все это на кафтане площади 1. Теперь давайте подумаем. Есть ли какие-то простые задачи на эту тему? Хочется есть. Если говорить... Я бы специально сейчас буду... Ребят, я мог бы рассказывать вот эту самую статью про заплату на кафтане, но тогда наш кружок просто автоматически должен был быть для более старших. Я сейчас буду делать такие большие отступления на совсем простые задачи. В результате любой, кто захочет, честное слово поймет. Рассказываю, какие. У кого есть еще одна задача, книжка, это называется параграф 54, задача 546 и дальше. Значит, сейчас, как я уже обещал в начале занятия, мы с вами сделаем простую вещь. Я для тех, у кого нет книжек, я громко читаю условия, и кто-нибудь... Они совсем простые. И кто-нибудь просто-напросто выходит и рассказывает решение. Поехали. В поход ходили 80% учеников класса, а на экскурсии были 60% учеников класса. Причем каждый был в походе или на экскурсии. То есть уклонившись и не было. Сколько процентов учеников класса были и там, и там, и в походе, или на экскурсии? Выходите. Давайте. Если сложить 80 и 60, то получится 140. Да. Сколько и туда, и туда ходило. Да. 140 минус 100 будет 40. Это 40% ходило и в поход, и еще куда. Вообще-то да. Спасибо. По сути, мы абсолютно правы. Конечно, нужно сложить. Конечно, нужно сложить. И нужно вычесть 100. Получится ответ на 40%. Только давайте эту картинку запишем в виде важной математической формулы, которая называется формула включений-исключений для двух множеств. Разумеется, мы ее сегодня докажем и для любого числа множеств, но даже для двух множеств она интересна. Формула включений-исключений. Вот что это такое. Если у нас есть какое-то множество, пересекающееся с другим множеством, ну, например, вот это будет множество А, это множество Б, то есть такие обозначения. Общая часть называется пересечение. А вот все это вместе называется объединение. Так вот, чтобы посчитать количество элементов объединения двух множеств, есть совершенно очевидная, понятная процедура. Надо сложить количество элементов этих множеств и вычесть количество элементов пересечения. Почему надо вычесть? Потому что посчитали два раза. Мы считали, когда считали количество элементов в том, что вот это посчитали по одному разу, и это тоже по одному разу. Когда считали Б, это посчитали по одному разу, и это. Но в результате каждый из элементов пересечения оказался посчитан два раза. Вот если вы вычисли, то будет все хорошо. Какое отношение это имеет к нашей задаче? Самое прямое. 100% это весь класс, здесь 80, здесь 60, а здесь скомая величина. 80 плюс 60 минус x, вы x находите. Отлично, отлично, эту задачу мы решили. В классе 35 учеников. 20 из них занимаются в математическом кружке, 11 в биологическом, а 10 ничем не занимаются. Это тоже хорошо, ребята, люди живут, занимаются чем-то другим. Не обязательно всем заниматься именно в этих двух кружках. В жизни много всего разного. Итак, есть некий класс, вот есть некий класс, в котором всего 35 человек. Всего 35. Есть математический кружок 20 человек, биологический 11, и при этом известно, что ничем не занимаются. Сколько человек? 10. 10 человек. Каким образом узнать пересечение? Да. Говорите, говорите. Нам сначала надо вычесть всех, кто ничем не занимается. И навсегда. Да. До свидания. Все. Они навсегда уходят. И остается из класса 25 тех, кто у нас занимается или математическим, или биологическим. Да. И возвращаемся к этой задаче. Да. Теперь мы должны получить 20 и 11. Мы пишем, что 25 это 20 плюс 11 минус х. Согласны? Да. Значит, 20 плюс 11, это 31. Ну, и с 31 вы читаете 25, получается, х на 6. и все совершенно очевидно. Очень хорошо. Очень хорошо. Господа, а вот теперь следующая. Она с одной стороны крайне проста, а с другой стороны она объясняет вам картинку для случая трех множеств. Она специально сформулирована, ну, в общем, вряд ли вас в жизни интересует кто там любит капусту, кто горох, да? Вот. Задача такая. Сколько детей в семье, если семеро из них любят капусту, шестеро любят морковь, пятеро любят горох, четверо любят капусту и морковь, трое любят капусту и горох, двое любят морковь и горох, а один человек любят капусту, морковь и горох. Смысл в этой задаче очень простой. Есть такая картинка любителей капусты, есть любители моркови и любители гороха. морковь и горох. Смотрите, что мы делаем, когда нам даны все эти числа. Мы говорим, что вот любителей капусты, моркови и гороха один человек. Давайте этого одного человека мы нарисуем. Извините, я буду рисовать звездочкой, чтобы не тратить время на русские ножки и все остальное. Итак, есть один человек, все, условия выполнены. Теперь, двое любят морковь и горох. Но один уже нарисован, значит, рисуем дальше. Трое любят капусту и горох. Значит, сюда надо нарисовать две звездочки. Четверо любят капусту и морковь. Один уже нарисован, значит, надо сюда нарисовать три звездочки. Дальше. Пятеро любят горох. Четыре уже нарисованы, одного рисуют. Шестеро любят морковь. Значит, Значит, одного рисуем. И семеро любят капусту. Из них шестеро уже нарисовали. Шестеро уже нарисовано. Одного рисуем. Ребята, между прочим, заметьте. Эти числа не любые. То есть, если бы вот здесь стояло маленькое число, ну, скажем, здесь было бы не семь, а здесь было бы пять, то у меня получилось бы противоречие. Согласны? Значит, любые числа не годятся. Есть какие-то неравенства. Надо разобраться с тем, что такое формула включения и исключения для трех множеств. Ну, господа, смотрите. Сейчас у меня уже будет не капуста, морковь, горох, а произвольное множество. А, В и Ц. Совсем любые три множества. А картинка вообще-то не изменилась. То есть, надо просто звездочки брать, потому что мы не знаем, сколько где элементов. А вообще-то, по сути, картинка не изменилась. Называют ее чаще всего диаграмма Эйлера-Венна. Или просто диаграмма Венна. Вот она абсолютно понятна. Три круга вот так вот расположенных. Так что такое количество элементов объединения трех множеств? Очень просто. Мы с вами должны, во-первых, посчитать, сколько элементов в первом множестве. Во-вторых, посчитать, сколько элементов во втором. Посчитать, сколько элементов в третьем. Понятно? Да. Но, что при этом произошло? Вот это вот двойное пересечение у нас посчитано в два раза. И значит, для того, чтобы написать правильные ответы, надо не забыть его убрать. И каждое из пересечений надо не забыть убрать. И все равно формула неправильная. Господа, очень важно. Формула все равно неправильная. Почему? Потому что вот это самое серединное обращение. А давайте посчитаем. Сколько раз мы вот этого считали? Один раз мы его считали здесь, когда считали А. Другой раз, когда считали П. Третий раз мы насчитали С. И каждый раз в двойные пересечения он тоже попадал. Господа, мы его сначала три раза посчитали, потом три раза включили. А надо было все эти посчитать. Поэтому в формуле включения и исключений есть еще вот такая штука. Надо прибавить пересечение всех трех. Понятно? Вот. И вот, между прочим, вот эта вещь уже очень интересна. Потому что для случая двух множеств. Обычно люди это и без всякой математики. А на случай трех множеств это уже интересно. Кстати, давайте посчитаем. Вот если просто так посчитать, сколько здесь звездочек? Колька их будет? Десять. Десять. Отлично. А теперь смотрите. Если я возьму вот это вот с плюсом, вот это вот все я возьму с минусом, и вот это я возьму с плюсом. Сколько будет? Шесть плюс семь плюс пять? Восемнадцать. Минус девять. Это будет девять. И плюс один будет десять. Получается правильная ответа? Так, идея понятна? Значит, для случая трех множеств мы сумели сформулировать формулу включения-исключения. Продолжение следует...